В прошлом люди относились к тарантулам с большой опасностью, считая, что их ядовитый укус может привести к смерти. Действительно, в большинстве своем они ядовиты, но укус причиняет лишь кратковременный вред человеку, парализуя на некоторое время. Однако, тарантул никогда не нападает первым и может укусить только тогда, когда чувствует опасность. В мире существует порядка 900 разновидностей этих существ. Среди них встречаются невероятно красивые пушистые тарантулы, вызывающие восхищение. Неудивительно, что их хочется потрогать. Пушистые пауки представляют собой приятное лакомство для всех животных, которые больше по размерам. Тарантулы не способны передвигаться слишком быстро, их достаточно легко поймать. Почувствовав опасность, они начинают издавать характерный потрескивающий звук, который помогает хищникам поймать их еще быстрее. И хотя длительность жизни может достигать 20 лет, живут они, как правило, не более первого года. Размеры тарантулов 4-6 см. У них 8 лапок, оснащенных коготками, с помощью которых они могут подниматься по горам. В дневное время паучки отсиживаются в норах, поскольку днем выходить наружу слишком опасно. Охотятся ночью на насекомых, которые меньше них по размеру. Причем трапезничают исключительно в своих норах и делают это необычным образом. Не имея зубов, они впускают в свою жертву специальное вещество, которое разъедает ее внутренности. После этого высасывают получившуюся жидкость. Взаимоотношения между самцом и самкой тарантула нельзя назвать романтичными. Они не живут вместе, не воспитывают детенышей, а встречаются только ради спаривания. А после этого оголодавшая самка пытается съесть самца, поэтому расслабленному пауку необходимо спешно ретироваться. Татуировка с тарантулом свидетельствует о выносливости и хладнокровии своего обладателя. Люди с подобной татуировкой никогда не торопят события, не оказывают давление и не заставляют других играть по своим правилам. Они обладают сильной интуицией и расчетливостью, поэтому создают такие обстоятельства, когда цель сама идет к ним в руки. Мохнатый паук символизирует холодный разум и ясное мышление. Владельцы такой татуировки всегда сдержаны и собраны, не подаются на плыву эмоций и контролируют все вокруг. Их невозможно обмануть, поскольку они тонко чувствуют ложь. Тарантул в обычном состоянии существо спокойное и уравновешенное, но стоит посягнуть на его личное пространство, как противник получит свою порцию яда. А владельца тату можно сказать то же самое. Пока его не трогают, он никого не трогает, но обидчик способен вызвать самые агрессивные эмоции и даже жестокость. Пауки тщательно благоустраивают свое жилище. В зимнее время они сплетают несколько слоев паутины на стенах своих нор, обносят его древесными щепками, чтобы пережить холода. Паутина не только создает тепло, но и помогает животному понять, что происходит на поверхности по вибрациям. Обладатели подобного нательного рисунка любят домашний уют, предусмотрительны и трудолюбивы. Тарантул символизирует. Выносливость, терпение, хладнокровие, рациональность, целеустремленность, трудолюбие, предусмотрительность, ясный ум, агрессивность. Значение тату в разных странах. В разные времена страшные пушистые пауки вызывали у людей неоднозначные эмоции. В некоторых странах их опасались и считали предвестниками смерти, а некоторые народы боготворили этих существ. Негативное отношение к тарантулам сложилось в первую очередь из-за их ядовитого укуса. Но в настоящее время известно, что серьезного вреда здоровью они причинить не могут. А если их не трогать, и вовсе не представляют опасности. Африканские племена издревле были уверены, что пауки могут защитить от шторма. Отправляясь в плавание, люди брали несколько мохнатых существ и сажали в лодку. Считалось, что вибрации, которые издают паучки, учуяв опасность, способны ее предотвратить. В Индии спускающийся по нити паук символизировал домашний отчаг и добрые вести. Висящий над головой паучок означал удачу и везение. В Древнем Египте тарантул символизировал судьбу. Если, открыв входную дверь, человек видел на пороге тарантула, это предвещало богатство и успех. В Израиле к этим существам всегда относились с большой опаской. Найти тарантула в доме означало приближение смерти или тяжелой болезни. Значение тату для женщин. Если девушка выбрала татуировку с тарантулом, это свидетельствует о ее сложном и неоднозначном характере. Пребывая в обычном состоянии и хорошем расположении духа, такие женщины могут быть мягкими, чуткими и нежными. Но стоит собеседнику сделать что-то не так, они могут излить на обидчика свой безудержный гнев. И не всегда известно, что именно может вывести обладательниц подобной тату из себя. По отношению к мужчинам девушки с татуировкой тарантула сдержаны, холодные могут проявлять агрессию. Зачастую они используют мужской пол для достижения собственных целей, после чего могут потерять всякий интерес. Так же, как и самка животного после спаривания может съесть самца. В хорошем смысле тату для девушек символизирует любовь к домашнему теплу, трудолюбие, заботу о детях. Значение тату для мужчин. Мужчины набивают подобный нательный рисунок для того, чтобы продемонстрировать свои сильные качества. Они сообщают окружающим, что находятся всегда на чеку, издалека видят врагов, и с ними лучше не шутить. Татуировка также символизирует целеустремленность, трудолюбие, выносливость и упорство. Такие молодые люди являются хорошими мужьями и надежными защитниками. Они очень долго выбирают вторую половину, поскольку она должна полностью соответствовать их представлениям об идеальной жене. Если вам все понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Большое спасибо заранее.